Поройте схроны, готовьтесь к пенсионной реформе, к повышению НДС Я сначала вот этот заметил большой, потом вот этих три Какая шустрая тварь, хмель прикольно растет вот там Похоже косули здесь сейчас Провалился, провалился вон, видите О, гроза, слышите? Берить только за счет бересты это все не держится Вот такую штуку сейчас дерево снял Люблю по лесу прогуляться Сейчас где-то обед, сегодня я себя плохо чувствовал очень Вот, давление у меня Голова болит Ну вот только в лес зашел, мне сразу легче стало Паутина, черт Не знаю, там лес лечит или может быть адреналин там в кровь заливается С собой у меня что? Лопатка, чтобы раскопать схроны Камера в боксе, наверное половину не слышно будет, но я постараюсь гореть погромче Сегодня мы идем в лес, чтобы посмотреть, что случилось с тайником Тайник этот предназначен для чего? Для того, чтобы можно было прожить пару дней Буквально пару дней Вообще не советую схроны эти далеко устраивать Он должен быть в доступности от дороги, то есть чтобы можно было подъехать, да? Максимально близко Пройти пешком То есть ты подошел, взял продукты, дошел там до убежища Убежища это не для того, чтобы жить И продукты не для того, чтобы жить Чтоб просто продержаться некоторое время Я бабку сначала вот этот заметил большой Потом вот этих три Надо закапывать вещи, продукты, неважно В таких местах, где 100% нет затопляемости Все время смотрю видео, там в нас кладут И отвертки, и ножи В общем, какую только хрень не кладут На самом деле, чтобы летом выжить в нашем лесу Достаточно соли Ну то есть сейчас вот можно уйти в лес, да? И месяц нехрен делать на ягодах, на грибах протянуть То есть рыбу можно половить В конце концов, я вот рыбу не ловлю Но можно селки поставить То есть вариантов вообще много Самый необходимый, короче говоря, элемент Это соль будет для вас Ну что-нибудь там, а именно соль Ну и конечно, если вы туда бросите крупы То крупа тоже пригодится Вот я зашел буквально на километр От дороги Место уже капец глухое Ну мы уже почти подошли А потом я, может быть скажу, покажу заготовку Под базовый лагерь Типа бушкрафт рулит Ну хрен на самом деле Этот бушкрафт Но небольшую такую времянку можно сделать Буквально за два часа Для этого мне ничего не понадобится Кроме топора Я и но что взял только ради грибов Трава вот сырая Этого я не учел Думаю, она уже просохла Видите, что Все, стены промокли уже Ну не насквозь Носок такой все еще Вот мы и пришли Немножко видно Вот это место Видите Чуть повыше Вот это Нитрова тут погуще У меня есть свои приметы Я по ним Ну например Разглавное дерево Вот Дерево Вот пометочка Видите Пометочка тут есть Ну то есть Два Два Раздвоенных дерева Между ними Это место Ниже тапы Два Измена Подожди Два 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 вот он бочонок хорошо выглядит немножко отклеилась там рыжут собаки все хотят увидеть что же там внутри то вот нож и пригодился это очень вот настало у нас две пачки роутона фасоль тут таблетки разные от давления для давления от головы бинты короче не бинты а пластырь все в этой упаковочке тут у нас соль тут тоже соль не знаю почему там потом что-то тут короче спички у нас и сухое горючее тут немного туалетной бумаги как индикатор намокнет нет ну то есть он пропустил она бы сырая было все нормально немножко снизу только вот она подмокла так и кружка кружка она новая покупалась специально для этого для чего она нужна воду мы набираем например из речки речка тут недалеко и кипятим в кружке в ней же и завариваем кружка вообще вещь необходимая она нужнее там всяких отверток ключей все сейчас буду зарывать обратно потому что годность годность насчет до 19 как я понял изолента для страховки вообще нафиг не нужна ну и тем более не взял с собой так что сейчас не буду закрывать очень хорошо герметично закрывается ну и вот место я выбрал неспроста и кочку вот эту неспроста так достал да я сейчас просто на место поставил и все сам будет продолжать расти там поднищу 10 сантиметров дерну со стороны сейчас давайте посмотрим ройте схроны готовьте с пенсионной реформе повышению ндс кому надо вообще можете приехать и пожрать много роутона я не против вот эта лопатка вообще себя плохо зарекомендовал лопатка полная говно если честно я копал и в песчаной почве в песчаной почве нормально вот а так она никуда не годится просто она маленькая отличный в рюкзак входит поэтому взял но лучше пользуйтесь классическими саперками советскими только от нормальной фирмы от cold steel например я вместо под схрон может там начнем много то есть по времени смотрим как получится вот только она вместо занимается все без пленки в лесу никуда у нас у тебя конечно бензопил нет чтобы напереть доски и закрыть все сверху аккуратно так что вода не бросать не знаю вообще слышно нет я в боксе в боксе снимаю что это вообще пахать я могли где-то 5 километров это от того места где я в последний раз снимал много старицы старицы это старый рус варек но они видите как бы воду сохранили стали очень топкими пройти по ней практически невозможно вот старицы тут со всех сторон нас окружают но на них есть острова сейчас на один из этих островов мы попытаемся прорваться чтобы посмотреть можно там построить что-нибудь интересное или нет только что кто-то взлетел тут птицы малину жрут малины много а там река уже у них птицы вот это тоже старица видели видели какая шустрая тварь все время они из под ног взлетают вот еще один смотри ох какой красавчик это молодой дождь похоже вот видите тоже вот остатки старицы не знаю на видео видно нет будет сейчас короче мы наша задача пройти туда это место со всех сторон оно окружено болотами сейчас узкий перешей я просто ходил весной я видел там узкие перешейки чтоб можно было пройти можно или нет сейчас узнаем по карте вроде бы можно попасть и там мы окажемся на острове это будет круто всегда хотелось на остров а вот река у нас она сильно обнелела вот низ берега где-то ну ниже меня на 2 метра ну она прям вот до этого места заливает все вот тут тоже есть остров вот видите но он нам не подходит потому что туда нормально не перейти вон видите все время они взлетают из-под ног хмель прикольно растет вот там дичи тут полно какие-то непроходимые заросли похожи вот на так я не могу пока найти шип где-то метров пятьсотов ушел так входа никакого нет все же таки мне удалось протиснуться вот тут дальше тропинка более-менее будет я обнаружил что забыл на месте схрона а может быть схрон кинул нож поэтому придется возвращаться но не думаю что здесь много людей ходит так что торопиться не будем ну комар опять закусил а может достали вот вот мы нашли проход вот это было затоплено здесь мы когда находим вот это место с него мы найдем проход вот туда репина тут нет никаких поэтому думаю место отлично тут вообще сыра тебе промокли сейчас наша задача просто разведать в мокрое обувь я точно работать не собираюсь вдыхание болото ощущается все видите трухлявое бери только за счет берестета все и держится если убрать вот эту середину такой туисочек получится прикольно ладно ерунда заниматься не будем а вон туда тропа уходит похоже она звериная или мне просто кажется нет это тропа уходит тут хрен знает кто похоже косули здесь частые судя по следам или кабанчик или лосик или лосик похоже единственное такое место по которому можно пройти вон туда наступил вот видите след и сразу начал проваливаться надо было бы ветку конечно вылом но куда бы еще и камеру тащить но это все затапливается конечно полностью проваливаться проваливаться вон видите капец ушел очень глубоко вот это остров то есть там болото там болото со всех сторон болото похоже косулям это место нравится потому что их тут никто не трогает надеюсь это не единственный выход отсюда потому что иначе они пытаются наехать на меня да вот островок вот видите вот это все болото вон там старицы которые мы проходили многочисленные вот тут болото потому что с той стороны я подходил и там болото соответственно вот это офигенное место не просто оказалось пройти ну в сапогах то нормально весной думаю сюда нереально конечно пробраться сейчас мы идем вот смотрите видите уже зеленая вода это старая русла реки вот эти кусты тоже непроходимые старая русла реки ну по нему никто тут не пролезет то есть тут со всех сторон в общем то не пройти и настолько плотные кусты что даже зимой не видно будет что-то построить тем более ничего высокого строить я не планирую офигенно что место нашел сейчас посмотрим по часам времени немного прошло когда я добирался где-то около часа ну вот это порядка четырех километров наверное от того места где оставил машину сейчас я буду уходить вот туда обратно да вот оно тоже тянется я прямо вижу где кусты и врывает его туда я не пойду конечно вот здесь стройматериал стройматериал я конечно предпочитаю небольшую сосну такую вот а там вот много их можно просто соединить сделать навес офигенно вон чага растет срывать я ее не буду потом приду сюда чай попью с чагой сейчас самая сложная часть надо будет вылезти из этого болота батарейка еще есть поэтому камеру отключать не буду может быть сниму как я выхожу тут а это жопа вот этих вот веток надо побольше накидать но они скользкие и тогда тогда нужно будет спокойно всяких проблем потому что пока пока я тут офигел вообще нет второй раз нормально дошел второй раз уже мне полегче было по идее не должно быть видно траву трава поднимется вот отсюда косули проходили а я сейчас пойду еще другой дорогой чтобы следов не доставлять сейчас вот метр через пятьдесят стоя выйду на тропинку и уже по ней буду двигать обратно здесь никого заросли потом то поляна потом старица давно идти в общем практически невозможно если не знаешь где искать всегда с собой не все много воды о гроза слышите вот гроза началась вовремя вернулся не вернулся начал возвращаться пытаюсь сейчас флягу запихать очень неудобно снимая рюкзак но мне удалось с собой у меня еще ведро для грибов фиолетовое видно надеюсь будет а планировал еще грибу на обратном пути пособирать сейчас посмотрим если дождя не будет может быть что-то успею набрать пока я сюда шел нашел несколько грибов ну штук пять но все были червивые дождь начался буквально десять минут прошло после того грома начался дождик пока только слышно потому что деревья такие пушистенькие первых пять минут они выдержат ну и мне тут надо за полчаса сейчас добежать до машины я попытаюсь ускориться потому что вот эта курточка я уже про нее рассказывал она вообще дождь не держит у меня есть дождевик с собой и тент вот ну бежать в дождевике это вообще жесть потом попробуем до сильного дождя успеть скрыться нашел нож он прямо тут лежал вот видео уже незаметно где еще было зайка отлично хотелось потерять хороший ножик про него есть видео ножик стоит 500 рублей всего 500 рублей но там отличная сталь ну за эти деньги он в принципе режет бумагу всем советую брать такую ножку как его лучше тех что продаются там в магазинах охотники и прочее там вы за 500 рублей ничего нормального не купите ворона что-то раскричал не смотря на то что я торопился пробежался тут сейчас гляну ну два с половиной в лесу все равно попал под дожди вот комары не отстают вот такой лайфхак перчатки вот так одел наоборот потому что прокусывают прямо вот в этом месте вот такую штуку сейчас дерево снял не знаю что это такое зачем нет не поворачивается ладно положим обратно может кому надо а игру повесил на червей потому что грустно на червей вот так всегда оставляю ну вот дождь то разошелся живо поискать грибов и он и начался но я все равно поищу немножко офигенный вид как на папоротнике блестит вода после дождя класс не знаю что за грибы но смотрите сколько их просто море ну какой здоровый полк обойдем обойдем грибов вообще нет у нас забирал ассорти тут из ягод для марины